В Москве на историческом факультете МГУ имени Ломоносова в Шуваловском корпусе университета прошел международный круглый стол осмысления альтернативных концепций российской белорусской истории. При участии и поддержке фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия», организационном участии Федеральной и национальной культурной автономии белорусов России и информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Круглый стол был посвящен обсуждению авторитетными исследователями различных концепций общей российско-белорусской истории и новых направлений историографии России и Белоруссии. К приветственным словам к участникам круглого стола обратился декан исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор искусствоведения, профессор Иван Тучков. Наша конференция очень показательна, потому что она позволяет проследить особенности истории Белоруссии, истории России на длительном протяжении времени. И тогда все наши выводы будут носить не политизированный, не какой-то узковременной характер. Они будут показывать всю сложность взаимоотношений исторических процессов, исторических реалий, истории и судеб народов на длительном протяжении. И тогда наш взгляд становится более осмысленным. Он видит то, что происходит, он видит то, как это явление развивается, то, к чему это явление может привести. Об особой форме интеграции между Россией и Белоруссией рассказала заместитель декана, ученый-секретарь, руководитель лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент, кандидат исторических наук Оксана Солопова. Я позволю себе обратиться к нашему совсем недавнему прошлому, к 90-м годам 20-го века. Все мы прекрасно помним, как трещали судьбы, как трещала, как история прокатывалась практически по каждому человеку. Это стремление к объединению в новом, в новой парадигме, в новых методологических подходах, по сути дела, происходило в 90-х годах 20-го века, когда дезинтеграционные потрясения и новая геополитическая реальность поставила единую советскую историческую школу в абсолютно иные условия. В условии разрозненности, в условии оторванности друг от друга, в условии отсутствия финансирования для научной работы, которая объединила бы ученых, сформированных в рамках одной советской исторической науки. И какие же процессы мы увидели? Мы увидели стремление двух государств, которые сразу стали родоначальниками особой формы интеграционных процессов, это Россия и Беларусь, которые сразу заявили о том, что в этих новых геополитических условиях без особой формы интеграции не обойтись. Что эта интеграция, как сейчас говорят и руководители наших государств, Белоруссии и России, эта интеграция породила все интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Научное сообщество, по сути дела, не ждало, когда начнется финансирование, научное сообщество не ждало, когда будет дана отмашка сверху. И само осуществляло эти интеграционные проекты, само их порождало, инициировало, и опиралось в данном случае на общественное движение, которое со своей стороны демонстрировало тоже стремление к интеграции. Интеграции в новых условиях и на новом уровне. Президент Фонда развития Института гражданского общества о народной дипломатии Алексей Кочетков сообщил, что в круглом столе дискуссия посвящена вопросам столкновения различных исторических нарративов на белорусском и общероссийском пространстве. Сегодня в это довольно непростое время предпринимаются довольно многочисленные попытки изменить идентичность народов, проживающих на территории бывшего Советского Союза. И все это приводит к довольно негативным последствиям. Мы это видим на примере Украины. И западом, в том числе различными немецкими, польскими фондами, сейчас проводится активная работа по навязыванию белорусскому народу, и особенно белорусской молодежи, новой мифологии, ведется работа по, скажем так, трансформации белорусской идентичности в некую антирусскую идентичность. Вот мы сегодня собрали историков, чтобы обсудить эти проблемы и выработать некое общее видение противодействия таким тенденциям. Директор Института истории Национальной академии наук Белоруссии, кандидат исторических наук и доцент Вячеслав Данилович подчеркнул, что этот круглый стол очень важен для осмысления общей истории и России, и Белоруссии, а также тех концепций и взглядов на общеисторическое прошлое, которые существуют. И вообще я хотел бы отметить, что не могу не сказать о том, что в частности Института истории Национальной академии наук Белоруссии очень плодотворно сотрудничает с историческим факультетом Московского государственного университета, с лабораторией Диаспор, и сегодняшние мероприятия, вот как раз-таки организуемые на базе этой лаборатории, для нас очень важная цена. У России и Белоруссии богатая общая история, ее нужно осмысливать, ей нужно изучать, и такие мероприятия, как сегодня, как раз-таки позволяют сделать это наилучшим образом, услышать различные точки зрения, различные мнения и прийти к какому-то определенному консенсусу.